Из всего умного, что говорили древние, скажу вот что. Человек, что жалуется или сетует, стоит на той точке своей эволюции, где ему еще не открылось, что он сам творил свою жизнь прежде, творит ее и сейчас. Да, красивые такие слова, может сказать, человек, услышавший их. И вообще мы слышим очень много красивых слов. Если мы заходим в интернет, мы видим там вот эти мотиваторы, антимотиваторы, демотиваторы, там, значит, школы успеха, мысли великих людей, красивые афоризмы. К сожалению, это остается красивыми афоризмами, открытками, веселыми или грустными, никак не меняющими нашу жизнь. А надо ли ее менять? И чью нашу? Вот я предлагаю для начала забыть слово «нашу» и говорить слово «мою». Имея в виду не Виталия Сундакова, а человека, который слушает этот текст. Вот нашелся какой-то тут перец, который пытается мне сейчас сказать, что его жизнь лучше, или он знает как, или существует некая такая тайная, сакральная, эзотерическая инструкция, которую я сейчас выслышу, и моя жизнь наладится. И да, и нет. Вот сейчас попробую это объяснить. Что происходит? Ну, прежде всего, происходит следующий ужас. Все мы, или большинство из нас, существуют рефлекторно. Поясню, что такое рефлекторно. Вот мы упали и лежали, нас подняли, мы пошли. И нам сказали, купите это, пойдите туда, сделайте так. Вот это вредно, вот это полезно, вот это эффективно, вот это правильно, вот это модно, это стильно. И мы, как дети, там, не знаю, трехлетние или пятилетние, ведемся всякий раз, каждый раз, глубже, там, или поверхностней, на все эти манилки, на все эти зацепки, на эти якоря, на эти удочки. Что ж в этом плохого, если это доставляет нам какое-то удовольствие, или привносит какой-то смысл в нашу жизнь? Да нет никакой нашей жизни. Если мы не занимаемся созданием собственной жизни и собственной судьбы, за нас ее создают кто угодно и как угодно. И поскольку идеальных образцов нам не предъявляют, той или иной судьбы, той или иной жизни, то нам кажется, так более-менее живут все, именно так все устраивают свою жизнь, или она у них устраивается, или она у них не устраивается, это зависит от случая, знакомств, связей, некой ловкости и суеты, звезд или Бога. Но не получилось так, попробую по-другому. Вот жизнь уходит, жизнь уходит как песок, как вода в песок уходит, или как песок в песочных часах. И человек остается перед разбитым корытом, понимая, что а вот этого у него никогда не было и уже не будет, а вот это, наверное, вообще невозможно, а здесь ему просто не повезло. А перезапустить тот или иной эпизод собственной жизни или судьбы невозможно. Да и непонятно, как было бы лучше, и было бы лучше вообще что-то другое. Вот, ладно бы, какое дело? Какое дело человеку, который, там, дает совет или хочет его дать до других людей? Вот если у тебя не просят совета, ну, нечего его давать, да, не буди спящегося, накорми проснувшегося. Но в какой-то момент становится просто тошно жить. Тошно жить среди этих людей, среди этой информации, среди этих, там, систем, преподавателей. Тошно. У меня есть меркантильный интерес на серьезную беседу, на настоящего друга, на по-настоящему нужные вещи, дела, поступки. Для меня не пустой звук. Я не хочу, чтобы для меня пустым звуком были такие понятия, как честь, доблесть, совесть, знания. Вот сегодня они наполнены пустотой, густой пустотой, липкой тянущейся каждое, каждое понятие из тех, что я сейчас перечислил. И если с человеком начинаешь говорить чуть глубже, чем на 2 миллиметра, относительно смыслов, метафор, тех или иных знаний, их нужности для его жизни, становится дико грустно, хочется уйти или молчать. Всю свою жизнь я учился. И продолжаю учиться. Чему только не учился. А однажды понял, что нужно научиться учиться, затем нужно научиться структурировать полученные знания, сделать эффективными и полезными. Возникают естественные вопросы. Для кого? Для чего? Полезными. И минимальное для себя, для своих друзей, для своих родных, для своих близких. Но если поэт пишет стихи для любимой, они нравятся всем. Если пишет всем, они не нравятся даже любимой. И когда ты вытаскиваешь древние, сакральные, там, эзотерические, или этнографические из племен закрытых сообществ знаний, и когда ты вооружаешь себя самыми современными научными открытиями исследований, связанными с возможностями человека, человека как мыслящей биоэнергоформы планеты Земля, ты начинаешь понимать, что такой клад, такие сокровища лежат на поверхности, которые позволяют тебе вот в один день обнулиться, и с завтрашнего дня начать ткать нить своей судьбы, которая уже через 2 дня, 3-5 неделю, я уже не говорю про месяц и год, так изменит твою жизнь в ту сторону, в которую ты даже не мечтал. Потому что мечтать тебя тоже никто не учил. Потому что ты не можешь ни визуализировать, ни афирмировать собственную мечту. Потому что ты говоришь побольше денег, и получше как-то поинтереснее, побольше удовольствия, не понимая вообще, что такое удовольствие, что такое интересно, какое количество денег, а самое главное, для чего они тебе необходимы. И вот это такая свалка, такие торжественные похороны очередной судьбы, этой, 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 той, что становится дико грустно. И дико грустно не за весь мир, каким бы ни было твое географическое мышление или пространственное мироощущение. Грустно за тех родных, близких соотечественников, которые проживают рядом с тобой, которые величайшую имеют культуру, величайшую традицию, которые являются величайшей нацией, которые являются источником религий, языков, научных открытий, философских концепций, но которая не только не знает об этом, но даже не подозревает и не проявляет никакого энтузиазма с желанием изменить ситуацию. От всего это становится больно и грустно. Так вот, как только человек, овладевший знаниями, навыками, инструментами по изменению собственной судьбы, начинает менять собственную судьбу, и люди, которые его знают с измольства, видят, как это происходит у них на глазах, это чудо. Они поневоле начинают интересоваться. И человек откровенно рассказывает, что произошло, почему он стал жить так и не так, почему стал думать, делать, поступать и двигаться совершенно в непривычных схемах, то это, в кавычках, весьма позитивная зараза, а это становится достоянием большинства. Мгновенно, потому что водичка дырочку найдет, потому что все естественное делается естественным путем. Вот вы знаете, различные социологические, психологические, научные, околонаучные организации, фонды, структуры, средства СМИ проводят самые разные опросы. Провели этот опрос и мы. Было много вопросов, большой достаточно и разнородный, что чрезвычайно важно аудитории, под общим названием «В чем проблема?» Потому что проблемы у людей разные, недовольства разные, неудовлетворенности разные. И если вот свести это все к какому-то одному или двум общим ответам, то, скорее всего, они будут звучать как примерно неосведомленность. Вот неосведомленность «что делать и как?», «почему и зачем?», «откуда и где?» И от этой неосведомленности некая неудовлетворенность. Неудовлетворенность в одном случае здоровьем, в другом – карьерой, в третьем – материальным положением, в четвертом – соседями, родственниками, страной, политиками. И поехало, и поехало, и поехало. Вообще существуют сотни определений счастья. Вернее, можно найти сотни определений. Они не существуют. Просто если ты хочешь понять, что это такое, и ищешь, то ты можешь обнаружить это у разных авторов, писателей, философов. Попробую предложить вам одно из них. Счастье – это когда внешние обстоятельства совпадают с внутренним ожиданием вашим. Вот подумайте над этим. Внутренним ожиданием вашего настроения, вашего здоровья, вашего комфорта. Если во внешней среде это проявляется, вы это видите, а для других важно, чтобы это видели другие, например, то тогда человек чувствует себя как минимум удовлетворенным. Бесконечно и даже долго это продолжаться не может, потому что он меняется, меняются его взгляды на жизнь, и опять возникает чувство недовлетворенности. Характерное, кстати, в особенности для русской души. Вот он пляшет, смотрит его в том углу, хаты нет, он туда, а в том углу его нет, он туда, а потом кричит гармонисту «Остановись, разорвусь», потому что он должен занять собой все пространство. Поэтому у нас такая огромная территория, поэтому мы все время шли за горизонт, поэтому мы, в особенности мужчины, не удовлетворены вот именно недостаточностью своих масштабов. Вот я впервые формулирую это, вот сейчас на ходу, да, это близко к правде. А женщины чаще всего не удовлетворены концентрацией своего мира или своей жизни, то есть вот семьи, или себя, или родных и близких, опять, или в материальном, в эмоциональном, нравственном, в каком угодно. Вот в этом главное различие мужчин и женщин, главный парадокс. И очень важный, нужный, интересный, о чем мы еще с вами поговорим. Так вот, что делать? Извечный вопрос. И постараюсь не психовать, да, а по поводу чего психовать-то? По поводу, вот знаете, меня как-то называли там и воинствующим проповедником, мы как только СМИ не называли, когда я брал человека там за галстук или за воротник, когда уже смотреть на то, что происходит с его жизнью, не мог. Прижимал его к стенке и говорил, ты что делаешь со своей жизнью вообще? Что ты делаешь со своей судьбой? Почему ты не сделаешь там элементарные гигиенические там действия, связанные с тем, чтобы она хоть не воняла твоя жизнь? И ладно бы это были какие-нибудь сакральные тайны. Он говорит, ну а где взять информацию по вот как раз сакральным, да, вот я эту газету открою, мне говорят, вот это сакральные, а вот это самые научные, а вот это самые модные, а вот это самые правильные. Но на самом деле даже автора порой трудно найти на эти так называемые правильные или истинные методы, системы, мировоззрение, а на самом деле такие, такие вообще предрассудки заплесневелые. Ну давайте, давайте поконкретнее. Вот, например, вот с чего вы решили, что человек должен есть три раза в день, а не один раз в три дня или один раз в неделю? Ну вот кто такой вам это сказал? Другое дело, что вы говорите, ну как, есть захотелось, пять раз даже иногда в день хочется есть. Так вот, мы едим, зачем мы машину заправляем? Мы ее заправляем, когда кончается в ней горючая, а она должна ехать. Когда мы с вами испытываем упадок сил, нам нужна пища, а пища нам не нужна не для того, чтобы мы наелись и последние силы организм бросил на отторжение этой пищи. Просто привычка такая появилась, набитое брюхо, вроде нормально, нет, что-то привкус к во рту какой-то, что-то в животе заурчало, что-то слюновыделение пошло, когда я подумал вот про это или про это. Или кто нам сказал, что надо с утра жрать? С утра это типа хорошо, а на ночь это вредно. Вот вы отдыхали, вы спали, вы проснулись, вы еще ничего не сделали, вы не истратили ни капли этого бензина. Бак полный, куда заливать еще? Куда? Или наоборот, перед сном, если вы поели, что происходит? Вам не нужно думать, значит, тратить энергию, вам не нужно двигаться, значит, тратить энергию. И организм занимается чем? Перевариванием этой пищи, которую вы съели перед сном. Да? Переваривает ее, раскладывает по полочкам, выделяет из них, из нее все, что нужно, и отторгает затем все, что ей не нужно. Ну, логика в этом какая-то есть, хотя бы на минутку. Очевидная, да? Для этого не нужно быть физиологом, медиком. Если мы понимаем, например, что мы там на 70, 80, не знаю, процентов состоим из воды, а не из пива, не из чая, не из кофе, не из супа, не из кваса, и так далее, и так далее, то нашему организму нужна вода. Идите, пополивайте цветочки деревья квасом, пивом, вискарем, соками, йогуртами, чем угодно. Они какое-то время поживут, потом засохнут, листики с них начнут падать, как у вас волосы или зубы, желтеть они начнут, как ваша кожа, да? И в конце концов, ваш организм погибнет, как это деревце, от жажды, потому что воду он не получал. Да кто ж пьет сейчас воду? Потому что ее невкусно, а есть вкусные вещи. Вот вкусные. Кто внушил вам, что это вкусно? Когда это произошло? Ну, конечно, понятно кто. И родители, и друзья, и близкие, и так далее. Потому что им, в свою очередь, тоже это продали. И ваше чадо, зубки только прорезались, будет грызть хлебную корочку и с удовольствием пить воду, если вы не предложите ничего другого. И вкуснее еды не обнаружит. Но вы будете говорить, нет, 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 вот это вкусненькое, нет, 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 вот это сладенькое. Да это всем нравится, тебе тоже должно понравиться. Ну, в итоге понравится. В итоге можно приучить и к фекалиям, и к сырому мясу, и к чему угодно. На этих банальных примерах, да, простите меня за их банальность, у нас будет время говорить о серьезных, глубоких, научных вещах. Но это происходит вокруг. Почему кто-то говорит, что я там овен или рыба там, да, если это восточный зодиак и созданный тогда, когда и звезды совершенно иначе были расположены. Или что я жаворонок или сова. Или что у меня такие биоритмы или такие. Почему мне говорят, что человек – это вот человек, а раса или расология – это такая идеология. Ну, тогда идеология вот лиса и заяц, да, или собака и волк, чтобы, что, что, что более правильнее в качестве примера. Это же разные животные. Разные. Так вот, мы по-разному устроены. И биохимии, и перечень большой. Спросите у специалиста расолога, он вам расскажет про маркеры и прочие дела. Мы разные. Потом мы еще мужчины и женщины. Потом мы еще старики и дети. Потом мы еще живем в разных климатогеографических зонах. Да при чем тут это? Да при том, что если вы живете в России, то бананы – это обезьянья еда. С какой стати вы жрете бананы? Потому что вам сказали, что там есть и назвали, какие микроэлементы. Вам назвать отвратительнейшие разные вещи, в которых есть тоже разные микроэлементы, чего же вы их не едите? И почему вы решили, когда вы решили стать сыроедом, или вегетарианцем, или мясоедом, или санцеедом, вот почему вы решили, что вы мудрее создателей и мудрее собственного организма? У вас есть отверстие для еды, есть отверстие для выхода того, что организму не нужно. И он точно знает, что ему нужно, и поэтому возьмет в себя. А то, что не нужно, отторгнет, если вы этот организм уже не изломали. А вы тут берете вручное управление на себя и говорите, я в умной книжке прочитал, и мне Вася Пупкин сказал. Или так раньше кто-то делал. Вот по этому поводу особенно, так раньше кто-то делал. Уж лучше меня, мало кто знает, кто как раньше чего делал, потому что я жил в 30 племенах, и ряд из них открыл неизвестных миру, первобытных. Или, например, любая религиозная концепция. Вы видели хоть строчку, хоть букву, написанную рукой одного из богов. Вот для того, чтобы это было... Вы видели тысячу таких текстов, переписываемых каждый год, каждую пятилетку, каждое десятилетие и так далее. Вы же стараетесь в это верить. Не знать об этом, а хотя бы верить. Вот это безумие, да? Ну, им пронизан наш мир насквозь. Например, ну, например, следующее, о чем предлагаю подумать вот в нашем введении, собственно говоря, в курс или тренинг, предлагаемый вам. Например, в колыбельных цивилизациях считается... Вот попробуйте угадать, кто идет в бой первым, ест последним, имеет меньше всего привилегий и имущества. Вождь. Почему? Потому что он самый сильный. Потому что он менее всего нуждается в костылях. Потому что вы вызываете ненависть на себя почаще, пусть кому-то нежному достанется счастье. Да? Помните? Короче, друзья мои, есть куча ценного хлама, под которым скрывается и наша жизнь, и наша судьба, а главное, мы сами. Это там и бабья баллонь, и всякие там предрассудки и мнения, и всякие политические, идеологические, религиозные концепции, и кодекс строителя коммунизма, и шкала морально-нравственных ценностей, там, не знаю, семьи, рода или страны, и что угодно, как угодно, и где угодно. И этого намешано очень много. И для того, чтобы мы с вами разобрались, что же для нас с вами правильно, истинно и хорошо, мы должны разгрести эту кучу, раскидать ее, выбрать из нее то, что является ценным, положить на полочке, пока на полочке, а не навешать на себя, а не положить внутрь себя. Добраться до себя, узнать себя среди этого хлама, собрать по запчастям, другими словами, обнулиться, а потом вооружаться, приобретать инструментарий, брать то, что у нас есть, или идти за этим в соседний магазин или на рынок. Метафора. Да? И, наконец-то, понять, чего мы делаем, куда мы идем, зачем нам это нужно и почему. И таким образом начнем отстраивать наше личное отношение, семейное отношение, бизнес, ну и так далее, и так далее. Все это лежит внутри нашей судьбы. Поэтому мы можем, периодически, и будем делить это на разные направления, но, в принципе, это одно и то же. Нам ведь с вами до барабана на чем, на чем жизнится счастье наше, да? Мы можем думать на деньгах, или на здоровье, или на славе, или на величие, или еще на что-то. А может оказаться совсем на другом. Нам важно с вами, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были успешны в своих глазах, чтобы мы были довольны, и чтобы мы прожили ту жизнь, которую мы сами себе начертали и выбрали. Пусть ее осталось немного даже, но пусть она будет нашей, и никому мы ее больше не отдадим. Да? Поэтому, конечно, там будут все те вопросы, многочисленные, которые вы задаете, те самые важные, как вам кажутся, темы, начиная с нежного человека, золота колчака, клада Наполеона, успешности в бизнесе, строительство отношений с противоположным полом, установление понимания с родными чадами, получение навыков, делающих вас с супергероем в разных проявлениях этого понятия и так далее. Вот это все внутри, и вы сами поймете, нужна вам эта вот там маска, личина, инструмент, калька, одежда или одеяние того или иного персонажа или образа. Более того, когда мы создадим каждый из вас собственную, не похожую ни на чью-другую жизнь и судьбу, то в ней будет место и столь большим гардеробам, на которые вы готовы потратить часть собственной энергии. Когда я говорю про гардероб, это некие маски, костюмы, это ваши статусы, но это не будет тащиться за вами хвостом, вы не будете таскать на себе эти мешки огромные. Вы будете заходить в свою гардеробную, переодеваться или переоблачаться, если вам это нужно, и выступать максимально эффективно, в ином статусе. Понимая, что это вы в ином статусе, улавливаете мою мысль. Поэтому начинать мы будем с себя. Кто такой я? Помните, царь философа Сократ написал на вратах Дельфийского храма главная формула, которую он говорит, познай самого себя и ты познаешь весь мир. Что значит познай самого себя? Сколько раз ты отжаться можешь от пола, сколько на тебе родинок или сколько кружек пива ты можешь выпить? Никто тебе никогда про это не рассказал. Как познать собой себя? Какой ты? Реально ты добрый или ты добрый, потому что все вокруг говорят, что ты добрый? Не очень понимая, что кроется за этими словами. А там, или любое другое качество. А когда ты вдруг поймешь, какой ты, и это вдруг окажется, что ты совсем другой, и люди, значит, к тебе будут относиться по-другому. Значит, одни люди от тебя уйдут, другие придут, уйдут те, которые тебе реально не нужны, а придут те, которые нужны. Почему? Ну, потому что ты другой, запросы другие, декларация вселенной, райдер, который ты отправляешь вселенной или Богу относительно себя, совсем другого содержания. Поэтому и почтальон, и тот, кто тебе привозит пиццу, привезет тебе такую пиццу, которую ты любишь, такую письмо и посылку, которую ты заказывал. Но для этого нужно четко написать кому, сколько, когда, зачем, то указать точный адрес, а не на деревню дедушки, а точный адрес. Это собственные тактико-технические данные, собственные характеристики. Поэтому, как бы сумбурным не казалась вот эта моя вступительная речь, я просто хотел сказать о том, что существует огромная куча всего, и взять и сказать, мы с вами будем заниматься йогой или разводить голубей, наша жизнь станет замечательной и прекрасной, это глупость. Конечно, сложно осуществлять подобные занятия, беседы, тренинг, назовите это как угодно, ну, как бы заочно, как бы виртуально, не видя глаз, не чувствуя энергии людей, которые перед тобой. но мы будем отстраивать эту обратную связь, и я почти уверен, что нам удастся достигнуть желаемого эффекта. Один из важных инструментов это вопросы. Я научу вас задавать вопросы как профессиональный исследователь, потому что если ты правильно спрашиваешь, ты получаешь правильный ответ. Но мне бы хотелось задавать эти вопросы и вам. Но сегодня я задам только один вопрос. Он важный, он не надуманный, не пафосный. Поверьте, вопрос звучит так. Вас действительно не интересует ваша жизнь и судьба? Вы действительно считаете, что все складывается, как складывается само по себе? Вы правда так думаете? Если вы так не думаете, то, наверное, вы хоть однажды задумывались, а как она может складываться иначе? А есть ли где-то некие инструменты? А должна ли моя жизнь похожей быть на чью-то другую? Если вы не задавали себе эти вопросы, то я сейчас задал и буду задавать их в дальнейшем за вас. Если вы подписываетесь под этими вопросами. я вас спросил и жду ваших ответов. вопросами. Спасибо за Продолжение следует...